СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ является сегодня одним из крупнейших высших учебных заведений Министерства здравоохранения Российской Федерации. По итогам работы медицинских вузов страны СГМУ уверенно входит в десятку лучших. Университет сегодня – это 68 теоретических и клинических кафедр, 92 доктора медицинских наук, 72 профессора, 181 доцент и 392 кандидата наук. Среди них 9 академиков и членов корреспондентов общественных российских и зарубежных академий. Для подготовки специалистов в учебном процессе широко применяются компьютерные мультимедийные программы обучения инновационным лечебно-диагностическим манипуляциям. Ежегодно проводятся тематические конференции по актуальным проблемам естествознания и медицины, предметные олимпиады. История Смоленского государственного медицинского университета начинается 20 апреля 1920 года, когда Государственным ученым Советом Народного комиссариата здравоохранения РСФСР было принято решение организовать медицинский факультет в составе Смоленского государственного университета. А 18 апреля 1930 года медицинский факультет был преобразован в самостоятельное высшее учебное заведение – Смоленский государственный медицинский институт. В период Великой Отечественной войны сотрудники института работали в тыловых госпиталях, преподавали в других медицинских вузах страны. В память о погибших в октябре 1967 года был открыт памятник обелис, возведенный на средства работников института. В разные годы университет возглавляли Федор Степанович Быков, Василий Абрамович Ботанов, Григорий Михайлович Стариков, Николай Борисович Козлов, Владимир Григорьевич Плешков, Игорь Викторович Отвагин. Под их руководством осуществлялось строительство учебных корпусов на территории медицинского городка и целого ряда институтских клиник. Открывались новые факультеты, были возведены студенческие общежития, библиотека и бассейн, санаторий-профилакторий и центрально-студенческий клуб. Образованы центральная научно-исследовательская лаборатория и новые кафедры. В настоящее время обязанности ректора университета временно исполняет профессор Роман Сергеевич Козлов. Историю вуза бережно хранит университетский музей. Основной фонд музея насчитывает около двух тысяч уникальных экспонатов. Сотрудники музея ведут исследовательскую работу по изучению истории высшего медицинского образования и здравоохранения Смоленской области. Осуществляется научное взаимодействие с областным краеведческим музеем и медицинскими музеями страны и зарубежья. Подготовка студентов в университете ведется по восьми специальностям. Лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация, сестринское дело, клиническая психология, медицинская биохимия и дефектология. Лечебный факультет, основанный первым, в 1920 году за практически вековую работу выпустил более 20 тысяч врачей. Среди выпускников факультета известны ученые, заслуженные деятели науки Российской Федерации, заслуженные врачи Российской Федерации. Обучение студентов осуществляют 46 кафедр. В 1966 году был открыт педиатрический факультет. Учебный процесс подготовки врачей-педиатров осуществляется на 45 кафедрах университета. Базами педиатрического факультета являются клинические больницы, родильные дома, амбулаторно-поликлинические учреждения, детские дошкольные учреждения, школы города Смоленска. За годы существования педиатрического факультета в практическое здравоохранение внедрено более 30 новых методов диагностики и лечения заболеваний детского возраста. Подготовлено более 6 тысяч врачей-педиатров, которые работают в различных уголках России, в ближнем и дальнем зарубежье. Стоматологический факультет был открыт в 1963 году. С момента основания факультета выпущено более 4,5 тысяч врачей-стоматологов. Многие выпускники стали ведущими организаторами практического здравоохранения в Смоленской, Калужской, Брянской, Калининградской областях, Москве, Санкт-Петербурге, других регионах России, Белоруссии и Украины. Фармацевтический факультет основан в 2002 году. Принятая в России стратегия развития фармацевтической отрасли до 2020 года делает наиболее востребованными специалистов по производству препаратов, клиническим исследованиям, фармакобезопасности, фармакоэкономике, фармаконабзору. Выпускники факультета работают не только в аптеках и на фармацевтических предприятиях, но и в контрольно-аналитических лабораториях, центрах по контролю качества и сертификации лекарственных средств, в учреждениях, реализующих медицинскую технику. Факультет медико-биологического и гуманитарного образования основан в 2003 году. Базами для прохождения учебных и производственных практик служат ведущие лечебно-профилактические учреждения Смоленска, многопрофильные больницы, поликлиники, диспансеры. С 2013 года факультет перешел на подготовку выпускников по специальности «Сестринское дело», а в 2016 году открыт прием на новые специальности – медицинская биохимия, специальное дефектологическое образование. После окончания факультета выпускники могут заниматься лечебно-диагностической, реабилитационной, медико-профилактической, организационно-управленческой и следовательской деятельностью, работать дефектологами, логопедами, врачами клинических и биохимических лабораторий. 1 сентября 2011 года в университете начал работу психолого-социальный факультет. Деятельность факультета осуществляется по двум направлениям – социальная работа по профилю медико-социальная работа и клиническая психология, специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. Студенты обучаются навыкам применения диагностических и психокоррекционных методик в реальной ситуации общения с пациентами. Получают навыки индивидуальной и групповой работы как с больными, так и со здоровыми людьми. С 1994 года в университете была организована подготовка медицинских работников для зарубежных стран. Первые иностранные студенты вуза – около 60 человек – представляли настоящий интернациональный коллектив. Только в первые пять лет на факультете прошли обучение более 200 студентов из 15 стран. Преподавание ведется на английском языке. Параллельно все студенты факультета старательно овладевают русской речью. Факультет дополнительного профессионального образования работает в Смоленском государственном медицинском университете с 1984 года. На факультете повышают квалификацию и осуществляют профессиональную при подготовке врачей по 68 специальностям. За последние пять лет на факультете прошли обучение около 20 тысяч врачей из различных областей Российской Федерации. В связи с потребностью практического здравоохранения регионов в подготовке кадров, широкое распространение получило проведение выездных циклов повышения квалификации и дистанционное обучение. В составе университета три научных подразделения Научно-исследовательский институт антимикробной химиотерапии, Научно-исследовательский центр, проблемная научно-исследовательская лаборатория, малоинвазивных и ультразвуковых методов исследования. Университетская библиотека СГМУ сегодня – это книжный фонд, насчитывающий более 500 тысяч экземпляров, которыми пользуются 6,5 тысяч читателей. В 2011 году в библиотеке при отделе информационных технологий выделен сектор электронная библиотека. Читатели библиотеки имеют доступ к единому информационному пространству Консорциума медицинских библиотек России. В СГМУ имеются все условия для культурного роста и развития гармоничной личности студентов вуза. На это направлена работа студенческих клубов, коллективов художественной самодеятельности, а внедрению в распорядок дня «Норм здорового образа жизни» способствуют занятия физкультурой и спортом в двух спортивных залах, учебно-стрелковом комплексе, плавательном бассейне, лыжной базе и открытом стадионе. Студенты университета стали инициаторами создания межфакультетского волонтерского движения. Ежегодно они организуют и принимают участие в акциях «За здоровый образ жизни», «День донора», «Сохрани мне жизнь» и других. В феврале 2016 года на базе университета создано Смоленское региональное отделение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», основными направлениями работы которого являются помощь медицинскому персоналу больниц, санитарно-профилактическое просвещение, профориентация школьников в медицину, медицинское сопровождение спортивных и массовых мероприятий, популяризация донорства. Заботу о здоровье сотрудников и студентов осуществляет санаторий-профилакторий из ГМУ, где ежегодно проходят лечение более 400 пациентов. Главной задачей университета, как и в прежние годы, является качественная подготовка высококвалифицированных врачей, стоматологов, провизоров, медицинских менеджеров, клинических психологов и социальных работников, специалистов, которые будут развивать отечественную медицину в 21 веке. Бережно храня и умножая сложившиеся славные традиции вуза и передавая их из поколения в поколение, в настоящее время Смоленский государственный медицинский университет обладает значительным интеллектуальным и творческим потенциалом своих сотрудников и студентов, что позволяет нам уверенно смотреть в будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok